Добрый день еще раз. Спасибо большое президиуму, коллегам. Спасибо за приглашение выступить на нашем симпозиуме перед столь представительной аудиторией. Но наш доклад немножечко перекликается с докладом Валентины Михайловны, и поэтому, конечно же, мы начнем с того, что лучевая терапия, она для онкогинекологов довольно, наверное, такой сложный момент. С другой стороны, при первой астадии она вообще очень сложна и всегда вызывает определенные дискуссии. Следующий слайд у меня здесь. Значит, давайте с вами, почему она дискутабельна? Давайте с вами вернемся к классификации, которая была измена в 2009 году, и согласно вот этой новой классификации внесена ряд существенных изменений. Первое. То, что из классификации ФИГ изъята нулевая стадия, которая ранее соответствовала стадии инситу в классификации ТНМ, но в ТНМ она сохранена, и то, что объединены стадии 1А и 1Б. Раньше было немножечко полегче. Почему? Потому что у нас 1А – это опухоль была ограничена эндометрием, 1Б – это глубина инвазии на половину миометрия, и 1С – это распространение более чем на половину эндометрии. На сегодняшний день мы с вами видим, что в первую астадию вошли опухоль в пределах эндометрии или с инвазией менее половины эндометрии. И первая Б – это опухоль с инвазией более половины эндометрии. И при определении стадии больше не учитывается переход опухоли на слизистую цервикального канала и наличие опухолевых клеток в смывах из брюшной полости. Классификация 7-го издания 2010-го года сохранила те же параметры, что были в издании классификации 2009-го года. На чем было это основано? Трудно сказать. Но еще в 2004-2002 году было опубликовано данное исследование, рандомизировано, на 714 пациентов. С первой стадии рака эндометрия, у которых были высокодифференцированные опухоли с инвазией в миометрии более 50%, умеренно дифференцированные с любой глубиной инвазии и низкодифференцированные с инвазией в миометрии менее 50%. И как мы видим, местные рецидивы наблюдались у больных, которым было выполнено просто оперативное лечение в 14%. А те больные, которые получали еще дистанционную лучевую терапию, процент местных рецидивов был гораздо ниже и составил 4%. Что касается выживаемости, то тут больших различий мы с вами не видим, они статистически недостоверны. Те же данные мы получили и в следующем исследовании, опубликованном в 2004 году, где было показано, что при использовании дистанционной лучевой терапии процент местных рецидивов гораздо ниже, чем просто при использовании оперативного лечения. В это исследование были включены пациентки с 1-й В, 1-й С и 2-й стадией заболевания. Однако разницы выживаемости в продолжительности жизни больных мы не видим. Но это исследование позволило, в общем-то, сформировать группы риска. Это опухоли с дифференцировкой G2 и G3, с поражением лимфатических сосудов и глубиной инвазии более 50% в миометре. Это возраст 50 лет или старше, при наличии двух перечисленных факторов, и возраст более 70 лет и любой из перечисленных выше факторов. Все остальные больные были отнесены к группам низкого риска. Таким образом, на сегодняшний день, если смотреть на рекомендации Национального противоракового общества 2015-го, то мы, значит, с вами видим стадию 1А – опухоль в пределах эндометрии с инвазией менее 50% толщины эндометрии. Выделены факторы неблагоприятного прогноза, которые включают возраст, наличие лимфовенозных эмболов, размер опухолей более 2 см и поражение нижнего сегмента матки. Что мы с вами видим? Что если отсутствуют данные перечисленные неблагоприятные факторы, то мы при G1 только наблюдение. Что касается средней и низкой дифференцировки, то здесь у вас на выбор – или наблюдение, или вагинальная брахитерапия. Вероятно, что если у вас поражение будет нижнего сегмента, и вы будете иметь степень дифференцировки G2 или G3, то, конечно же, вы будете думать о возможности подведения лучевой терапии для исключения местного рецидива. При неблагоприятных факторах, уже при первой G1 степень дифференцировки, нам предлагается проведение или наблюдение, или вагинальной брахитерапии. Что касается G2 и G3, здесь у нас с вами сохраняется наблюдение, но уже присоединяется к вагинальной брахитерапии, облучение малого таза. Наши рекомендации, которые были опубликованы в 2013 году Ассоциация онкологов России и практически рекомендации Русска 2014 года, они были разделены между собой на тактику лечения больных эндометриоидным раком, которым выполнена экстерпация матки с придатками без лимфоаденектомии. Достаточно интересно, когда мы видим с вами, что если отсутствует инвазия, то низкая степень дифференцировки предполагает при наличии негативных лимфатических узлов проведение внутриполосной брахитерапии. А при положительных лимфатических узлах, при визуальном контроле, повторное хирургическое вмешательство. Что касается первой А-стадии с инвазией в миометрии, то здесь уже подсоединяется и внутриполосная лучевая терапия, и в дистанционном варианте, и внутриполосная гамма-терапия при наличии факторов риска. Что мы относим к рискам в данном случае? Это переход на внутренний зев, поражение желез канала шейки матки и опухолевые эмболы в лимфатических кровеносных сосудах, которые стопроцентно являются показанием для проведения дистанционной лучевой терапии. В следующих рекомендациях, когда имеется полноценное стандирование в морфологической или хирургической стадии, то мы с вами видим, что первая А-стадия без инвазии практически кроме G3 во всех остальных наблюдения. И G3 при наличии факторов риска – это внутриполосная лучевая терапия. Я не буду сейчас поднимать вопрос о сирозном раке эндометрии, потому что он везде здесь прописан. Но факторы риска, что включено в факторы риска? Это возраст старше 60 лет, опухолевые эмболы в лимфатические кровеносные сосуды. А вот уже первая А-стадия с инвазией в миометрии, здесь уже при высокой степени дифференцировки, есть указание на необходимость при неблагоприятных факторах применения внутриполосной лучевой терапии. Таким образом, что мы с вами имеем? Мы имеем низкий риск прогрессирования стадии А, G1, G2. Риск составляет 5%. Однако здесь у нас не учитывается локализация опухолей и размеры опухолей, которые тоже необходимо учитывать. Промежуточный риск прогрессирования G3. Да, она достаточно сложна для промежуточного риска, но опять без локализации опухолевого процесса. Что касается высокого прогрессирования, здесь включен еще светлоклеточный и популярно-сирозный рак эндометрия. Я позволила себе привести непосредственно выдержки такие, которые были представлены в 2006 году, в публикации, где исследовалось ретроспективно практически 21 тысяча женщин. 4 тысячи с лишним получали из них адювантную радиотерапию и 17-169 не получали адювантную радиотерапию. Анализ результата в лечении проводился с учетом степени дифференцировки опухоли. Какие выводы были сделаны? Дистанционная лучевая терапия связана с риском продолжительных побочных эффектов и следует избегать рутинного применения при первой стадии рака эндометрия. Однако, как указывают авторы, из имеющихся доказательств они не могут исключить возможность пользы дистанционной лучевой терапии у женщин в первой стадии с высоким риском. Что касается вагинальной брахиотерапии, конечно же, имеется уменьшение частоты местных региональных рецидивов и гораздо меньше побочных эффектов, чем при дистанционной лучевой терапии. Ну и последний четвертый вывод, что дистанционная лучевая терапия после операции снижает риск рецидива рака в малом тазу приблизительно на 2 трети по сравнению только с операцией, но ни в коем случае не снижает риск смерти. Еще одно исследование Порт-С1 2009 год, где проведено исследование и наблюдение за больными в течение 15 лет, где было показано, что уровень местных рецидивов при лучевой терапии дистанционной составил 6% и против 15,5% в контрольной группе. Разницы в выживаемости практически нет статистически достоверных. Однако у пациентов, которые получали дистанционную лучевую терапию, более высокие клинически значимые показатели, такие как недержание мочи, диарея, недержание кала, которые гораздо в большей степени ограничивают качественные параметры жизни пациента. Что последовало за этим? Следующий вывод, что несмотря на свою эффективность дистанционной лучевой терапии в снижении местных рецидивов, конечно же, следует ее избегать у пациентов с промежуточным и низким риском развития рецидивов. И мне хочется привести данные, опубликованные в журнале, нашими коллегами из Российского онкологического центра по результатам лечения первой А-стадии. Это Валентина Михайловна Нечушкина с авторами. Где показана 5-летняя выживаемость больных при использовании внутри полосной лучевой терапии на несколько параметров выше, но достоверности мы здесь никакой не видим. Вместе с тем, что касается 10-летней выживаемости, конечно же, в данной ситуации даже выше имеется результативность при внутриполосной лучевой терапии, чем при дистанционной лучевой терапии. То есть, вероятно, здесь тоже, в общем-то, можно рассматривать параметры качества жизни больных. Значит, я не буду говорить о дистанционной лучевой терапии, все о ней практически знают. Вопросы о брахитерапии. Значит, здесь два параметра, которые необходимо учитывать, наверное, всем радиологам и о которых должны знать онкогинекологи. Что вы хотите облучать? В рекомендациях везде показано, что в послеоперационном периоде необходимо облучать верхнюю треть влагалища в связи с тем, что развиваются рецидивы. Но не надо забывать о том, что, в общем-то, и метастазирует рак эндометрия, особенно при поражении нижнего сегмента цервикального канала, гораздо чаще и метастазирует в нижнюю треть влагалища. Поэтому вопросы облучения, что облучать, это, конечно же, должно касаться и решаться в чисто индивидуальных параметрах. Доза, которую мы используем при брахитерапии, это при хай-грей брахитерапии от 4 до 6 грей, 2-3 фракции, или от 7-3 фракции. Но расчет доз должен обязательно учитывать толщину стенки влагалища в послеоперационном периоде. И планироваться, доза должна на глубину 0,5 сантиметра. Значит, я позволила себе привести просто как бы вид аппликаторов и особенности этих аппликаторов. Радиологи, наверное, не задумываются о том, что, в общем-то, каждый аппликатор, особенно цилиндрическая форма, он должен соответствовать объему влагалища. Почему? Потому что нам необходимо уменьшить соотношение между радиационной нагрузкой на опухоль и на слизистую оболочку. Кроме того, чем хороши цилиндрические аппликаторы? Они имеют металлические стержни, которые позволяют нам при определенных дозах защищать, в общем-то, и заднюю стенку прямой кишки, и защищать уретру и мочевой пузырь. Вот виды аппликаторов. На... Как мне показать-то? А, нет, извините, пожалуйста. Да. На это, наверное, нажать. Да. Значит... Каким? Черненьким? Вот. Посмотрите, обратите внимание. Каждый цилиндрический аппликатор, он собирается по длине влагалищной трубки и по объему, разумеется, вагинальной трубки. Значит, имеет металлические пластины, которые могут защищать, как я уже говорила, и заднюю стенку прямой кишки, и, собственно говоря, частью ретро, если вы перемещаете эту пластинку. Удобны эти аппликаторы? Да. Многие, правда, пользуются несколько другими аппликаторами, в частности, кольцевидными аппликаторами, подводя непосредственную дозу именно к культе влагалища. Или вот такой формы, или такой формы. Аппликаторы могут быть как одноканальные, когда мы используем один источник, так и многоканальные, когда мы используем несколько вариантов источников. Ну и последнее, чем бы я хотела закончить, и об этом исследовании говорила Елена Александровна Унрих, что сейчас действительно проходит рандомизированное исследование. Она закончилась в марте. Результатов его мы еще не знаем. Но там, в общем-то, проходит группа. Там две группы, которые включают больных с лучевой терапией на область малого таза 25-28 фракций, при отсутствии прогрессирования заболеваний и неприемлемой токсичности. Это вторая стадия заболевания или пациенты с первой стадией заболевания с подтвержденным диагнозом светлоклеточной, серозно-папулярной аденокарциномы. И вторая группа, которая включает внутриполосную брахитерапию с 3-5 сеансов, высокодозных сеансов примерно в течение двух недель. И, соответственно, с сопроводительной терапией, химиотерапией, платиной и поклитоксилом каждые три недели. Я думаю, что исследование закончено, публикации будут, результаты его будут опубликованы действительно в конце года. И мы можем, в общем-то, убедиться, насколько эффективна лучевая терапия и необходимость использования в различных вариантах при первой стадии заболевания. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...